В следующем году в Видном пройдет большой спортивный праздник. Какой именно, узнаем у нашего гостя, президента спортивного клуба «Металлург» Валерия Нефантьева. Валерий Георгиевич, давайте раскроем интригу. Ну, интрига действительно серьезная, потому что на следующий год 55 лет городу в нашем юбилее, поэтому мы совместили, Международная Федерация доверила нам проведение 34-го чемпионата Европы по мотоболу. Насколько наш стадион готов к чемпионату? Может быть, какие-то улучшения будут производиться? Работы, кстати, много действительно, потому что я думаю, что в принципе у нас стадион соответствует межуронному уровню, что касается мотобола, но когда поближе посмотрели и подошли, то работы действительно очень много, а времени, к сожалению, очень мало. Что стадион требований современные такие, что нужны уже козырьки для зрителей. У нас на нашем стадионе, к сожалению, ни на одной из трибун этих козырьков нет. Нужно делать козырьки, нужно ремонтировать трибуны, потому что этим трибунам уже тоже почти 40 лет, и, конечно, соответствующий ремонт текущий надо делать, потому что безопасность зрителей это прежде всего. Менять нужно покрытие мотобольного поля. Мы последний раз выделили в 2006 году к чемпионату Европы тоже. Это прошло уже 13-14 лет будет. Покрытие мотобольного поля видеть надо. Ну и плюс пошел текущий ремонт всех помещений спортивного клуба «Металлург», потому что форум действительно серьезный. Это самое серьезное соревнование по мотоболу чемпионата Европы. Потому что чемпионата мира в мотоболе нет, только чемпионата Европы. Поэтому хотелось бы, мы проводили уже три чемпионата Европы, в 92-м, в 98-м и в 36-м, и проводили на очень достойном и серьезном уровне. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы четвертый чемпионат Европы прошел тоже на том же уровне, который планка уже в «Видном» поставлена высокая. На ваш взгляд, что этот чемпионат даст «Видному»? Ну, я надеюсь, конечно, такой значимый спортивный форум. Естественно, приедут много иностранных команд и туристов, и делегаций. Поэтому, конечно, я думаю, город тоже будут сюда вложены инвестиции, чтобы подготовить, чтобы грязь лицом не ударить. Я думаю, что и у стадиона, и в городе будут проведены наверняка серьезные благоустроительные работы, чтобы город к чемпионату Европы подошел, как сказать, показал свое лицо, что мы не просто в мотобол играем, но еще и живем в хорошем, красивом городе. Наши спортсмены в какой они форме? Уже начали подготовку? Ну, учитывая то, что сборная команды России почти на 80% комплектуется на базе команды «Металлург», то, конечно, ответственность в подготовке сборной команды России ложится, конечно, на плечи «Металлурга». Я, кстати, не добавил, к счастью, ведь в эти же сроки чемпионата Европы среди взрослых будет проходить третье первенство Европы среди юношей. Это спортсмены с 12 до 18 лет. То есть мы долго бились, добивались, чтобы было не только взрослые чемпионаты Европы, но и для юношей, чтобы была какая-то перспектива роста. Ну, конечно, не могу спросить, что ждете от этого события? Только победа? Ну, уж так повелось, что задача и «Металлурга», и сборная России, мы всегда играли только на победу. Как вот было с основания команды, как Павел Федорович Гайский в свое время сказал, что боремся только за первое место. Вот мы с тех пор боремся за первое место. Ну что ж, ждем ярких побед. Обязательно будем болеть за наших ребят. А я напомню, что у нас в гостях был президент спортивного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев.